Мы считали Лукашенко с самого начала диктатором страха. Дело в том, что, конечно, репрессии были не такие большие, как в 2020 году, но с самого начала было понятно, что репрессии есть, репрессии открытые, оппозиционеры исчезали после выборов не только в 2020 году, но и 10 лет назад кандидаты в президенты были посажены в тюрьму. Это были вполне себе открытые репрессии, в отличие от того, что происходило в тех странах, в которых вы говорили, Сербия, Венгрия и так далее. Поэтому ситуация была достаточно понятна. И вы помните, что, например, в 2020 году, когда Лукашенко задумался о вопросах пропаганды, ему пришлось приглашать специалистов из России. Прилетали целые самолеты с пропагандистами, которые помогали ему наладить пропаганду. До этого Лукашенко не сильно думал о том, что ему нужны какие-то информационные механизмы. До этого он просто полагался на насилие. То есть это изначально диктатор страха. Это любопытно. А помните, у них все время было это соревнование в 21 веке, у Лукашенко и у Путина. Кто из них больший диктатор? И в книжке вы говорите о том, что Путин все-таки это была диктатура обмана. Да, какое-то время там. Да, Путин, безусловно, отставал с точки зрения применения насилия, отставал от Лукашенко. И в России всегда говорили о том, что нужно смотреть на Беларусь, потому что то, что происходит в Беларуси сейчас, произойдет в России через несколько лет. Но мы действительно говорим о том, что Путин был диктатором обмана вплоть до 21-22 года. Первое издание нашей книжки вышло по-английски в 22 году. Мы закончили писать рукопись весной 21 года. Мы тогда говорили, что, видимо, Путин уже движется в эту сторону. Но закончилась эта трансформация как раз в первую неделю после начала полномасштабного вторжения в Украину в 22-м году, когда все независимые СМИ были закрыты, когда были заблокированы Facebook и Twitter, и Instagram. И когда Путин вел открытую цензуру, когда за такие разговоры, которые мы ведем с вами сейчас, можно попасть в тюрьму на много лет. Это то, чего еще не было в России в 20-21 году. В этом смысле ситуация была совершенно другой. Но действительно соревнование было. И вот то, о чем мы пишем в книге, это то, что диктаторы друг у друга учатся. Диктаторы обмана учатся друг у друга, как лучше всего заниматься пропагандной цензурой. Диктаторы страха обучают других диктаторов страха и диктаторов обмана. И в этом смысле, конечно, не только мы изучаем диктаторов, но и диктаторы делятся опытом. Такое ощущение, что сегодня с началом полномасштабной войны в 2022 году, они соревнуются теперь в том, кто изощреннее. В какой-то изощренности в пытках населения, оппозиции и так далее. Лукашенко, куча политических заключенных, которых он убивает время от времени. Ну, они умирают в тюрьмах. Там у Путина своих кейсов хватает. Тоже делал там Маши Маскалевой, что там, инагенты эти чего стоят. Вы же инагент наверняка. Да, да, я инагент. Да, да. Вот. То есть, кто сегодня больше ирод, как вам кажется такое? Ну, безусловно, до того, что делает Лукашенко, Путин не дошел. По-прежнему российские оппозиционеры могут обмениваться информацией с внешним миром, пусть очень ограничено. Даже Алексей Навальный может посылать сообщения из тюрьмы, общаться с адвокатами, в то время как от белорусских оппозиционеров уже много месяцев ничего не слышно. Опять-таки, Путин не делает того, что делает Лукашенко, где по камерам, по записям 2020 года людей опознают, лица опознают и начинают арестовывать и пытать. Такого в России пока нет. Но в целом, конечно, и российский режим движется в сторону большого расширения репрессий. Впрочем, мы тот и другой еще не дошли, конечно, до сталинских времен, в 30-м году. Ну, да, это, как говорится. Что-то опять там со звуком. Будем сейчас пробовать продолжать разговор. Да, может быть, наладится оно. Вот. Интересно, знаете, что некоторые политологи, вот у нас частенько в гостях бывает Валерий Карбалевич, такой политолог. Белорусский политолог. Вот он убежден, что Лукашенко сегодня очень прочно сидит на своем троне и никуда не забирается. А все остальное это так. При этом гайки закручиваются сильнее и сильнее с каждым днем, да. И в книге вы пишете, вот сейчас в предисловии это есть, устрашение всегда шаг отчаяния, говорящий скорее о слабости. Чем больше Беларусь превращается в концлаги, тем вернее то, что Лукашенко слабее с каждым днем. Да, потому что это тупик. Невозможно вернуться к ситуации, которая была в Беларуси даже до 2020 года. При всех недостатках модели до 2020 года там был какой-никакой высокотехнологичный сектор, который экспортировал услуги по всему миру. Беларусь была конкурентоспособной экономикой при всех ее проблемах. Конечно, Беларусь зависела от российской помощи, но тем не менее, вот того, что было раньше, теперь больше не будет. И сейчас Беларусь, естественно, потеряла свой суверенитет, когда в Беларуси стоят российские войска. Понятно, что в любой момент Путин может, если захочет, заменить руководителя этой страны. И в этом смысле, конечно, то, что делает Лукашенко, ведет к катастрофе его собственный режим. У него нет большого выбора, больше он зависит от Путина напрямую, не только от денег Путина, но и от солдат Путина. Поэтому, конечно, это признак того, что его модель обанкротилась. И в этом смысле, конечно, как говорил Стаббендер, я человек завистливый, но здесь завидовать нечего. Ну, вот насчет банкротства, банкротит он не только свой режим, но и нас ведет в пропасть, да, к сожалению. Вот он 30 лет, 30 лет, без малого 30 лет у власти. Да, и понятно, что после 20-го года уже некуда ему идти, некуда отступать. Вот. Как дорого нам, с вашей точки зрения, как экономиста, обходится желание Лукашенко оставаться у власти до самой смерти? Можно ли сказать, что... Чем дольше он на троне, тем больше он разоряет Беларусь, соответственно. Безусловно, безусловно. И мы видели это в 2011-2012 году, когда рушились режимы в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы видели, что десятилетие нахождения у власти жестоких диктаторов приводит к тому, что в стране нет гражданского общества, нет оппозиции. И чем дольше диктатор остается у власти, тем труднее судьба страны после того, как он уходит. И это не означает, что демократизация вредна. Это означает просто, что чем дольше диктатор находится у власти, тем хуже перспективы у страны. И вина за это лежит не на тех людях, которые приходят после диктатора, а на диктаторе, который вытаптывает, выжигает гражданское общество, уничтожает экономику. И поэтому, конечно, ничего хорошего не стоит ожидать в стране, в которой десятилетиями жестокий диктатор уничтожает все роски живого и независимого. Ну а что мы могли бы, вот если пощупать умом, что мы могли бы предложить миру, если бы не Лукашенко, условно говоря. То есть это сельское хозяйство. Да, вот там Нидерланды, это страна сельского хозяйства. Ну так принято говорить. В Швейцарии сыр и шоколад. В Бельгии пиво и тоже шоколад. А Беларусь в чем могла бы быть полезной нормальному миру? Ну, я уже упомянул, что Беларусь был конкурентоспособный сектор программирования. Но в целом Беларусь это нормальная европейская страна. И можно посмотреть на то, что произошло в Польше или в Балтийских странах, соседях Беларуси за эти самые 30 лет. Эти страны стали странами с высоким уровнем дохода. Многие люди говорят, что у них есть проблемы, молодежь уезжает, что экономика по-прежнему отстает. Немецкая, это все правда. Но вот то, какой путь прошла, например, в Польше за эти 30 лет, показывает, насколько более богатой могла бы быть Беларусь. Польша 30 лет назад находилась с точки зрения дохода на душу населения на уровне довоенной Украины. Сегодня различия в три раза. И вот тот факт, что Польша вступила в Евросоюз, так или иначе победила коррупцию, построила так или иначе демократические институты, при всех их проблемах, показывает то, насколько много могла бы получить такая страна, как Беларусь, если бы она пошла по демократическому и европейскому. Ну, мы знаем, что есть знаменитое словосочетание «Польский сантехник», в 2006 году она появилась после вступления Польши в Евросоюз, когда поляки поехали ремонтировать ванные комнаты немцам и вообще по всей Европе. А Беларусь могла бы стать, знаете, как, мог бы быть такой бренд «Белорусский айтишник» сложиться в мире? Такой бренд уже был до 2020 года. Парк высоких технологий был действительно брендом. Были компании мирового уровня, включая, естественно, ИПАМ, которые знали по всему миру. И в этом смысле такой бренд был. Безусловно, белорусская экономика страдала от модели государственного доминирования. Ну, вот таким заповедником свободы и ориентацией на мировой рынок был как раз парк высоких технологий. Опять-таки, не нужно думать о том, что Беларусь должна производить что-то одно. Это нормальная европейская страна, которая, как и другие центральные европейские страны, восточноевропейские страны, может быть, частью мировой экономики. В этом нет ничего сверхъестественного. Мы видели, как самые разные страны находили свое место в мировом разделении труда. Например, Словакия производит автомобиль. Можно ли было предположить, что Словакия будет одним из лидеров мирового производства автомобилей еще 30 или 40 лет назад? Да, там производили Татру, но Татра, как вы знаете, это не самый высококачественный автомобиль в мире. Тем не менее, сегодня в Словакии производятся самые разные автомобили. В Беларуси, как я уже сказал, был одним из экспортеров высокотехнологичных услуг, программирование. И можно ожидать, что в Беларуси могла производить другие вещи. Да, у нас что-то опять со звуком, ну вот оно, видите, периодически приходит и совершенно непонятно, то ли это агентура работает какая-то. Будем работать в условиях, какие есть. Да, какие есть. Ну, Лукашенко бы вам ответил и нам тоже. Вот сидят там эти высоколобые, а у нас тоже есть свой автопром, и мы прекрасные автомобили производим. Вот, только что их не хотят почему-то покупать на Западе, непонятно почему. Ну, ладно, бог с ним. Хочется, знаете, что хочется поговорить немножечко о будущем, о том, что может быть после войны. Вот я сейчас буду долго, я готовился. В своей книге вы пишете о важности поддержки по-настоящему демократическими мировыми лидерами, странами, да, тех стран, которые на этот путь или вступают только, или пытаются там вступить. Мы, белорусы, очень боимся, что Лукашенко способен после всего, после поражения России в войне, если таковое будет, выйти сухим из воды. Да, вот у нас Екатерина Шульман недавно была в эфире, она тоже как-то так, неоднозначно, она говорит, его хитрость вполне может позволить ему выйти на какой-то диалог со странами Запада. При этом, вот давайте вернемся к фразе из книги, когда миф разоблачен, да, о диктатуре, его почти невозможно возродить. На ваш взгляд, насколько вероятна такая ситуация, при которой Лукашенко остается неподсудным и более того еще каким-нибудь миротворцем, невероятно? Да, это правильный вопрос, и в 15-м году мы видели, что Лукашенко с радостью, вы меня слышите? Да, да, да. Лукашенко в 15-м году сказал с радостью, я больше не последний диктатор Европы, были Минские соглашения, и Лукашенко сказал, Запад нуждается во мне, потому что я не такой плохой, как Путин. Мне кажется, после 20-го года это уже больше невозможно, после этих массовых репрессий, которые мы увидели после пыток, после соучастия Лукашенко в полномасштабном вторжении в 22-м году, мне кажется, вернуться уже невозможно. Хотя мы видели самые разные вещи в мире, и в этом смысле, если есть большее зло, чем Лукашенко, а именно Путин, то вполне возможно, что Запад опять будет различать степени этого безумия и жестокости. Но мне кажется, что Лукашенко больше не сможет вернуться в цивилизованный клуб, потому что мир видел пытки, мир видел издевательства, мир видел украденные выборы. В этом смысле, надо сказать, Беларусь отличается от России, потому что в России нет легитимных политиков, выигравших выборы у Путина, а в Беларуси есть. И, конечно, не случайно, что после 22-го года под санкции попал не только путинский режим, но и режим Лукашенко. Кроме того, была еще история с угоном самолета. Это тоже история, которая никому на Западе не нравится. Одно дело, когда вы пытаете своих граждан, другое дело, когда вы подвергаете риску западных граждан. И это тоже один из факторов. Вчера была 9-я годовщина сбития малайзийского Боинга. Это тоже был поворотный момент в истории отношения России и Запада, когда западные страны сказали, вы знаете, вы начинаете сбивать наши гражданские самолеты, это вообще не лезет ни в какие ворота. И в этом смысле, мне кажется, у Лукашенко уже нет пути назад. А каким вам видится его конец? Интересно, потому что вчера, например, Daily Telegraph, уважаемое издание, опубликовало результаты расследования НАУ, это Народное антикризисное управление белорусское. И Павел Латушка, в частности, наш политик занимался этим расследованием о депортации детей из Украины в Беларусь. Ну и когда пресса такого уровня публикует эти материалы, это о чем-то говорит. У нас пропаганда очень сильно засуетилась, очень сильно. Вот может быть он доедет все-таки до Гааги? Или есть другой сценарий? Потому что в Беларуси достаточно людей, которые хотели бы повторение судьбы Каддафи для Лукашенко. Каким вам видится его конец? Я не думаю, что в Беларуси будет то же самое, что в Ливии. Я думаю, что ордер на арест Лукашенко будет выписан в конце концов. Но конец режима будет зависеть от того, что будет происходить в России. Опять-таки, можно себе представить сценарий, в котором Путин и Лукашенко поссорятся. Но в целом, мне кажется, что скорее Путин будет оставлять Лукашенко власти. И в тот момент, когда не будет и Путина, и у Лукашенко не будет ни солдат, ни денег для того, чтобы поддерживать свою власть. И в этом смысле я думаю, что он сбежит в условный Дубай или Венесуэлу и режим рухнет. Я не думаю, что его арестуют и убьют. Я думаю, что он постарается сбежать. Но в любом случае, было видно уже в 2020 году, что без поддержки Путина этот режим нежизнеспособен. И в этом смысле, конечно, все зависит от того, что будет происходить с самим Путином. Для России поддержка режима Лукашенко – это очень небольшие деньги. Россия может себе позволить делать до бесконечности. Для Беларуси поддержка России является критической. И в этом смысле, судьба Лукашенко – это то, что зависит от судьбы Путина. Давайте-ка мы об этой бесконечности чуть подробнее поговорим. Экономика России. Что сегодня там происходит? Нам полтора года с начала войны уже говорили. Боже мой, это с 14-го. Вот сейчас санкции, то, сё, пятое, десятое. И вот уже вот-вот, уже вот-вот. И у них все закончится. И все уже, а вот не заканчивается. Каков запас прочности в России на сегодняшний день? Российская экономика не находится в кризисе. Нет никакого краха. Но российская экономика не растет. И, безусловно, у Путина все меньше и меньше денег. Если санкции будут ужесточаться дальше, то у него будет еще меньше денег. И это напрямую влияет на то, что происходит на поле боя. У Путина нет бесконечного количества денег и снарядов. И поэтому Путину не удается захватывать новые и новые территории. С другой стороны, мы видим, что такого количества солдат и снарядов, которые у Путина есть, достаточно для того, чтобы удерживать нынешнюю линию фронта. И в этом смысле, конечно, если Запад хочет по-настоящему победить Путина на поле боя, нужно отдавать и больше оружия в Украину, и ужесточать санкции. А именно, закрывать лазейки для входа санкций и снижать ценовой каталог для экспорта российской экономики. Субтитры подогнал «Симон»!